МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в четверг, 19 июля. В студии работает Андрей Тен. Итак, коротко о главных событиях. Получить водительское удостоверение без учебы и сдачи экзаменов помогут помогайки, которые дежурят возле спецсонов. Подобные факты методом тайного покупателя были выявлены в ходе проведения антикоррупционной недели. Областные власти вновь призывают жителей заблаговременно запасаться углем. Однако горожане не торопятся покупать уголь. Для одних еще не время успеется, для других слишком дорого. Известный художник Карибек Куюков стал лауреатом Международной премии за безъядерное будущее. В областном историко-краеведческом музее состоялась выставка, на которой представлено более 50 работ художника. И теперь подробнее об этих и других событиях. 18 июля Комитетом национальной безопасности в городе Садпаев пресечена деятельность радикальной религиозной группировки. Об этом сообщает пресс-служба КНБ. В ходе проведения спецоперации задержаны три члена группы, изъятых холодное оружие и религиозные материалы. Указанные лица подозреваются в создании и участии в деятельности террористической группы, а также пропаганде терроризма. По данным фактам проводится досудебное расследование. В водительские права за 200 долларов такие тарифы установили так называемые «помогайки» за услугу, которые готовы оказать всего за пару часов. Это стало известно в ходе антикоррупционной недели, которая проходила в Каргандинской области. О выявленных нарушениях рассказал председатель первого антикоррупционного медиа-центра. Борьба с помогайками в цонах ведется по всему Казахстану. Однако спрос на их услуги по-прежнему высок. По некоторым данным, умелые посредники зарабатывают в среднем 100 тысяч тенге в день. Их можно встретить у спецсонов и регистрационно-экзаменационных отделов. У так называемых «помогайок» есть и свои установленные тарифы. К примеру, права категории «Б» и «С1» расцениваются в 60 тысяч тенге. Документ могут изготовить за один час. Однако, чем выше категория, тем дороже. «Д1» еще можно сделать, а «Д» никак. Категория 200 долларов, но без вождения. Вождение 400 долларов. 400 долларов, 120 тысяч. Примечательно, что несмотря на широкую известность подобных «помогайок», в их отношении не было возбуждено ни одного уголовного дела. Ошеломленный подобным отношением «Страж порядка» инициатор антикоррупционной недели «Толиген Байголов» призывает общественность выступить единым фронтом в борьбе с коррупцией. За полгода, в 2018 год, ни одного факта не зарегистрировано. Ни дача взятки, ни получения, ни дача взятки, ни посредничества. Это 361-я статья, 368-я статья. Поэтому мы даже нам не могли пообещать, что до конца года 70-80 процентов, они снизят, это коррупционные риски. Поэтому мы сегодня заявили и обратились к представителям СМИ, общественности, давайте вместе сами снизим коррупционные риски. В словах Толигена Байголова есть смысл. Ведь добиться результата в искоренении коррупции можно только совместными усилиями. По данным Департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции, только за первое полугодие текущего года в ходе проверок выявлено около 30 тысяч нарушений. По итогам работы, проведенной методом «Тайный покупатель», к дисциплинарной ответственности привлекли 22 человека. Токжиан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Областные власти вновь призывают жителей заблаговременно запасаться углем. В Караганде работают три железнодорожных тупика, где можно приобрести топливо на зиму. Мы побывали на одном из них и выяснили, что пока жители области не спешат запасаться углем. В чем причина, выясняли наши корреспонденты. КамАЗ стоит 200 тысяч. Где их взять? Я за 130 брал. Василий Вихренко – житель юго-восточного района Караганды. В прошлом шахтер. Он и рад бы внять призыв у властей и приобрести уголь заранее. Но вот только цена для него неподъемная. Доставка этого КамАЗа, загруженного на Юго-Восток, 25 тысяч я беру. Я говорю, вы что, в своем уме? У вас пустой машина стояла целую неделю. Потом вы пришли, сели, загрузили и сразу заработали 25 тысяч за доставку на Юго-Восток. Я говорю, я пенсионер, я инвалид, шахтер. И я не могу заплатить плату. Я платил за КамАЗ 7 тысяч. А теперь я не могу взять. Его слова подтверждают и другие многочисленные покупатели. Причем горожане уверены, что осенью и зимой стоимость угля увеличится. Я не знаю, даже это вообще цена нереальная. Сейчас легче, по-моему, платили же, чем в доме. Свой дом. Видите, как приходится. А куда делается? Приходится покупать. Областные власти не раз заявляли, что средняя стоимость тонны угля составляет 11 тысяч тенге. Однако это не касается самого популярного сорта, так называемого орешка с рапида. Именно этот уголь подорожал до 14 тысяч тенге за тонну. И этому есть объяснение. Самый дорогой у нас рапид – это шахтный уголь. Так как добыча происходит под землей, значит, удорожается все. Там у них рядовой уголь стоит 12 тысяч тенге. И так называемый в народе орешек – это уголь, который отборный, уже отмытый, сортированный. Он до 14 тысяч тенге. Но этот шахтный уголь они добывают в небольшом количестве. Поэтому на него такой спрос и ажиотаж. В нынешнем году угля хватит всем, заявляют чиновники. Ожидается увеличение объемов добычи твердого топлива. Только в бассейнах Шубар-Коль-Комэр планируют добыть 4,8 миллиона тонн угля для коммунально-бытовых нужд. По области действуют 23 точки его реализации. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Десять молодых сельских предпринимателей стали обладателями грантов Акима области. В Бухаржираусском районе состоялся выездной совет по делам молодежи, а также традиционный форум сельской молодежи. В ходе мероприятия Аким Карагандинской области Ерлан Кушана вручил гранты на развитие и поддержку молодежного предпринимательства на селе. Сегодня молодежная политика находится на новом этапе своего развития. Выездное заседание, которое прошло в Бухаржираусском районе, тому яркое подтверждение. Здесь были затронуты важнейшие проблемы сельской молодежи. Главная задача – трудоустройство молодежи. С каждым годом растет финансирование молодежной сферы. Если в начале 2000-х годов уделялось порядка 4 миллионов тенге, то сейчас финансирование составляет на развитие молодежи, молодежной политики более 500 миллионов тенге. Разница очень существенная. Ежегодно в области трудоустроиваются порядка 20 тысяч молодых людей. Каждый год реализуется долгосрочный проект, всем уже известный и традиционный. Это по поддержке и развитию молодежного предпринимательства на селе. После заседания совета состоялся форум сельской молодежи Дархан Даланан Ол-Жрауа. В этом году мероприятие прошло под эгидой празднования 350-летия великого мыслителя Бухаржрау Халхаман-Ол. Его главная цель – создание необходимых условий для всестороннего развития и становления молодого поколения. Участники форума – молодые люди, которые сумели раскрыть свой творческий потенциал в интересах всего общества. Кто-то печет кондитерские изделия, а кто-то занимается выращиванием породистого скота. Мария Рожкова, жительница поселка Баймурза, вот уже на протяжении 18 лет шьет одежду. Мы показываем свои результаты, что мы работаем, обучаем. Допустим, у нашей швейной фабрики мы открыли швейные курсы. Поселки Баймурсе, Габидена Мустафина, рабочих мест мало, поэтому люди идут, обучаются, и мы их трудоустраиваем. В завершении на центральном стадионе для жителей села Ботакара был представлен большой концерт, в ходе которого Аким области Ирлан Кушанов вручил гранты 10 предпринимателям, чьи работы вызвали наибольший интерес. Мы постоянно занимаемся проблемами сельской молодежи, ищем пути их решения. Вы знаете, что во многих государственных программах, инициативах главы нашего государства сельские вопросы имеют приоритет. На мой взгляд, больше всего молодежь заботит возможности развития, обучения, вопросы жилья и достойного условия жизни. Стоит отметить, что в текущем году гранты увеличены до 1 миллиона тенге. Каждый победитель должен будет трудоустроить одного безработного, а также обучить его с выплатой сипендии в размере 40 тысяч тенге в течение пяти месяцев. Стоит напомнить, в этом году для получения гранта Акима области подали заявки 28 человек. Я IT-специалист, я в этой сфере работаю с 2015 года. Сегодня был насыщенный день, я обладатель гранта Акима области, я очень рад. Хотел бы тоже поблагодарить таких людей, которые делают и поддерживают молодежь, поддерживают многих молодежи и их работу. В рамках форума запланировано проведение обучающих семинаров с целью разъяснения государственных молодежных проектов и программ. Все это ради обеспечения занятости молодых людей и развития предпринимательства. Мальдир Жакан, Аман Куржанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В ближайшее время в Караганде появится ночной суд на базе специализированного административного суда. По мнению разработчиков проекта, это позволит упростить процедуру оформления протоколов об административных правонарушениях. Дорожно-транспортные происшествия, нарушение правил дорожного движения, противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, нарушение в области миграции населения. Все это будет рассматриваться в том числе и в так называемом ночном суде. То есть, после совершения дорожного транспортного происшествия, в случае, если водители согласны с нарушением, сотрудники дорожной полиции будут составлять протокола и отправлять в суд, либо в этот день, либо на следующий день. И уже суды, как будут назначаться дежурные судьи по графику, будут рассматривать на следующий день, уже буквально после совершения ДТП, рассматривать дела и выносить постановление. В течение трех суток будет выдаваться решение постановления о наложении и искании. После чего, после вступления в законную силу о постановлении суда, будет страховая компания, производится выплата. Предполагаемое время работы – до 22 часов. Отмечается, что необходимость в ночных судах возникла в связи с большим количеством нарушений правил дорожного движения. Опыт создания имеется в Сингапуре, США и в других странах. Ночной суд позволит незамедлительно рассмотреть дело об административном правонарушении с момента составления протокола. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинской области выдали первый ипотечный кредит по программе 7-20-25. Участниками новой жилищной программы стала молодая пара с шестимесячным ребенком. Счастливые молодые люди рассказали о том, как проходил поиск квартир и сбор документов. Совсем скоро Владимир, Юлия и их шестимесячная дочка обретут свой уютный уголок в одной из новостроек города. Молодые люди поженились пять лет назад. С тех пор семья проживала в съемной квартире. Новая программа 7-20-25 значительно приблизила карагандинцев к осуществлению давней мечты о собственном жилье. В банке Владимира и Юлию встречают как настоящих героев. В Карагандинской области осенцевы стали первыми участниками республиканской жилищной программы. По словам главы семейства, оформление документов заняло лишь пять дней. Удачно подвернулась квартира, подходящая по условиям кредитования. Мы решили начать собирать. Позвонили в службу банка «Центр кредит». Все доходчиво объяснили, какие документы, собрать весь перечень. Мы сразу начали в первый же день собирать. Мы получили на 25 лет 7%. Сколько сумма? Сумма получилась 14 миллионов 999. Программа «7-20-25» была предложена Нурсултаном Назарбаевым, чтобы сделать жилье доступным для каждого казахстанца. Она предусматривает выдачу ипотечных займов на следующих условиях. Ставка 7% годовых, первоначальный взнос 20%, срок займа до 25 лет. В банке «Центр кредит» кредитование по жилищной программе стартовало 4 июля. Условия программы достаточно просты. Это значит должен быть обязательно подтвержденный доход. И обязательно должна быть квартира в новостройке, которая введена в эксплуатацию. И у заемщика не должно быть собственного жилья. Первые кредиты в банке «Центр кредит» выдали уже в шести городах страны. В Караганде Чита Осенцевых стала первой. Однако уже поступило еще 6 заявок на участие в программе. Напомним, Нурсултан Назарбаев озвучил 5 социальных инициатив, первая из которых направлена на обеспечение доступности жилья. Запуск программы «Семь-20-25» намерен дать казахстанским семьям шанс на приобретение собственных квартир на выгодных условиях. Тохжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Известный художник Карибек Куюков отмечает свой 50-й день рождения. В честь круглой даты в областном историко-краеведческом музее состоялась выставка, на которой представлено более 50 работ художника. Еще одним радостным событием для виновника торжества стала новость из Мюнхена. Казахстанского художника объявили лауреатом международной премии за безъядерное будущее. Сегодня известный художник спешит принять поздравления сразу по двум поводам. В честь юбилея и еще одного радостного события. Стало известно, что Карибек Куюков объявлен лауреатом международной премии за безъядерное будущее. Данная престижная премия присуждается с 1998 года. Этой честью удостаиваются те, кто занимает активную позицию в борьбе за безъядерное будущее. Активист Международного антиядерного движения скромно подчеркнул, что это общее достижение для всего Казахстана. И вот то, что мы сделали, я считаю, это в первую очередь заслуга моих единомышленников, моего Казахстана и, естественно, по главе нашим президентам. На выставке «Внимание!» у посетителей областного историко-краеведческого музея были представлены 57 работ художника. Эти картины успели объездить весь мир. А в 2016 году одну из работ Карибека Куюкова Нурсултан Назарбаев подарил президенту США Бараку Обаме. Картины, олицетворяющие борьбу за безъядерное будущее, не могут оставить никого равнодушными. Рвение и честность – это те качества, которые всегда ценились друзьями и почитателями его таланта. Я Карибека Куюкова лично знаю с 90-х годов. Он, когда начал написать свои работы, он начал именно той больной, актуальной темой – это закрытие нашего Симплодинского полигона. В этот день Карибек Куюков услышал множество поздравлений. Одно из них было адресовано Акимом области Ерланом Кошановым. Стоит отметить, что на этом череда важных для художника мероприятий не закончится. В октябре он отправится в Зальцбург на церемонию вручения премии за безъядерное будущее. Торжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин